И на ковре встречаются борцы весовой категории до 86 килограммов 97 килограммов, извиняемся Владислав Козлов и Инал Гоглоев Мы смотрели за Гоглоевым в первой его схватке Он был очень хорош А Владислав Козлова, я помню по турниру Коркина Он уступил тогда в схватке за третье место Нашему Максиму Толмачеву На турнире Коркина Прошлого года, да? Да, прошлого года Очень активно, да, конечно И уже один балл заработал, оказывается А Гоглоев первую схватку выиграл очень уверенно Но тут у него проблем больше Снова за ковер вытолкал Козлов И 2-0 уже ведет И со свистком сразу же бросается в атаку Ну и совсем это у нас четверть финала идут Борьба за выход в полуфинал, да И совсем-совсем скоро Четверть финала ждут в категориях до 65 и 57 килограммов Все уже Круг лидеров сужается Заметно Борьба захода Борьба захода Борьба захода Спасибо. Гоглоев немного удивлен такой прожитью, скажем, Владислава Козлова. Еще один балл 5-0. Буквально своей мощью задавливает Козлов. Кстати, вот в этом возрасте старшим тренером сборной команды Белоруссии является наш земляк Владислав Петров. Я думал, он приедет на турнир, но его пока не видно, да? Кого? Владислава Андреева. Да, я не видел, если бы был, наверняка был бы заметен здесь. Да, но в любом случае, вот за этот возраст ответственный национальной команды Белоруссии Владислав Петров многократный... Владислав Андреев. Владислав Андреев дважды сказал, да. Владислав Андреев многократный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира. Ну, тут действительно под таким деминирующими атаками Козлова проходит эта схватка, что меня немного действительно удивило, что Гогловев первую схватку выиграл очень уверенно. 10-0, да. А здесь Козлов такую мощь показывает, да, но он действительно очень мощный и чисто выталкивает за ковер своего соперника. Стоящий белорусский богатырь, да? Не поспоришь. Вот смотри, опять пытается за ковер вытолкнуть соперника, ничего не может ему противопоставить. И первый период с большим преимуществом 7-0. Идет спортсмен из Беларуси. Он уже, если среди взрослых, да, борется, то, конечно, готов к большим победам, может быть. Ну, и повторы, они достаточно однообразные. Одни выход за ковер. Что сейчас придумает канал Гогловев? Наверняка Шамиль, а там у него в углу сидит Абдуслан Гадисов же, у Гогловева. Наверняка недоволен, да, пока действиями своего подопечного. Да. Подсказывает. Это его весовая категория, да, 97 килограммов. Двукратный чемпион мира. Абдуслан Гадисов. Еще раз. 8-0. Да что ж такое, да? Горит Легловев. Еще два балла и 10-0. Чистая победа белоруса. Доволен. Полуфинал уже в кармане. Надо бороться за медали уже в стадии борьбы за медали. Да, серьезная двоевочка, да? Да. Очень мощный парень. Да. 2-3. Пр телефон. Пр?. Пр…. так мы продолжаем на ковер выходит Ислам Клинчунов представитель сборной команды России и наш Виталий Николаев команда Республики Саха Победа бюджетов Соединение России Руссии Победа бюджетов Победа бюджетов На коверии Победа бюджетов Неоднокровside Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Данил Астафьев на наших телеэкранах Добавил DimaTorzok 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 утренней программе за выход в одну четвертую и в одну вторую серьезно ну будем надеяться что успел восстановиться для Павла ну да все таки прошло не более получаску ну да две схватки он провел первая была достаточно не самая сложная досрочная победа вторая конечно заставила поработать Сокобаев хорошую атаку проводит два балла беловоза беловоза на машине теперь в России да я кстати вот сборная России я бы не сказал что сильно впечатляет впечатляет да здесь ну мы говорили о том что да с КФО сейчас завершилось да поэтому многие лидеры именно на северо кавказских республиках да растят поэтому конечно здесь сложности возникли вполне ожидаемо скажем так 4-0 очень тоже хорошо взял пытается провести уже прием в партере получается это у него два балла еще и на туши пытается хорошо защищается конечно но все это чистая победа блестящая победа Сакыбаева тоже серьезный тоже претенд 65 килограммов я вот да удивляюсь это практически даже взрослый любой турнир могут таким участником красить мне кажется да вполне там на медали могут претендовать эти ребята блестящая победа такой спокойный Сакыбаев посмотрим уже на следующих стадиях себя покажет в полуфинале Сакыбаев и в этом весе там уже Армен хороший Хари из Армении он тоже без поражения идет ну вот да 3-4 даже еще один полуфиналист видимо и да кстати Льва Павлова на ковер выводит Абдусалам Гадисах он там свои наставления дал потому потому что Лев да 57 или 61 есть победитель первенства мира мне кажется это все-таки Эбрагим Хари но борьбу по крайней мере он показывает очень содержательную взрослую мощный парень в плечах да широкий в плечах ну и серьезный экзамен для Льва Павлова первая устная Деранцу и согласен да сразу идет в атаку показывает активность проход в ноги Хари да и 2-0 как работаю сейчас в факторе защитился покупка спины захвата полторы минуты прошло Гораздо таким крупнее даже выглядит он повыше гораздо мне кажется даже выше да ну еще пока рабочий ну конечно да практически наголову выше кажется да вторичек приглашает сатиняя джиматина на россии полица оттуда руман пилот с призем взрослого чемпионата все внимание трибун центральному ковру да многие даже ближе подошли все проходы забиты все смотрят за этой схваткой 30 секунд до окончания первого периода лев конечно готовит свою атаку он обманывает соперника пытается его тоже запутать готовит атаку но очень внимателен соперник не дает возможности атаковать до свисток 0 2 пока проигрываем вот он опытнейший наставник сборной команды ирана что-то очень внимательно подсказывает захват показывает да он видимо смотрел схватки льва показывает видел этот же проход вот его видимо здорово да левую ногу тоже обманные движения были итак второй период снова попытка прохода иранца и контратака какая от иранца 1 0 или 2 0 иранец требует 2 я думаю что 1 3 0 не было больше вытолкну да вот теме интересно смотреть за борьбой льва павлова критических условиях да таких ну да пересенгует соперника очень мощный вот этот хари да иранец высокий мощный интересно как он сколько он стиклает здесь да высокий 2 минуты еще бороться адрине есть конечно до конца бороться хорошо как сейчас атаковал за пятку держится нет и за ковер уходит еще один балл 4-0 да нормально это уже привозный злочек до конца иранец 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 откровенно убегает иранец иранец от борьбы в таких случаях даже бал дают сразу здесь фактически 2 балла здорово 2 балла и еще 2-4 там еще секунду мерк включен кстати да да если иране попытка переворота не получается переворот но минута 15 через 11 секунд это счет останет что 3-3 что такое да он тактически по-моему пытается выиграть время что он челлендж просит что нет такой такой ситуации время прошло уже чтобы поддержал орбиты 2-1 требует ну я честно сказать тоже не понял за что требует да тренер по-моему рассердился говорит с борисом борис нет счет 4-2 поэтому ничего не меняется 4-2 1 балл дали 3-4 3-4 сейчас должно быть последняя минута и ноги проход правую ногу альба но не очень да конечно защищается соперник надо забежать нет защищается очень высокий парень 40 секунд еще надо время возвращать да правильно правильно трибуны говорят о том что не надо отдавать время на отдых сопернику надо до конца лев 30 секунд еще время есть чуть-чуть конечно подусталый лев да мы видим очень много сил отдал вот во второй трехминутке тоже атаковал очень много 20 секунд 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 секунды истекают смотрит 10 секунд последняя атака возможно последняя 6 4 свисток еще один балл дает орбитр и балл за уклонение от борьбы 4-4 трибуны скандируют но здесь яранцы бросают челлендж будет конечно но в таких ситуациях обычно никто не поддерживает челлендж потому что уклонение от борьбы это ну в общем да мы это видели и на нерегинском турнире да это было финалах давали и на олимпийских играх но там было откровенно но здесь тоже уклонялся от борьбы здесь спору нет будем посмотреть что решат арбитры да но иранский тренер там ведет себя очень эмоционально ну это понятно да это за выход полуфинал все лев лев конечно молодец в любом случае да втором периоде себя во всей красе показал да мы смотрим за последнюю секунду да ну да ну да это то есть назад отходит да там вот этот вот этот прием подсказывает для павлов в общем то первый точно был по делу его предупреждал и арбитр тогда показал предупреждение сказал не уклоняться от схватки очень мощный конечно иран очень мощный лев молодец здесь конечно сложнейшая схватка настоящий полуфинал вернее за выход в полуфинал всего лишь да вот здесь здорово прошел конечно так борьба продолжается предлагаю перейти на коллекцию и такой международная встреча борца из Индии и Азербайджана Дипак Чахал и Зафар Алиев Категория 97 килограммов Тоже две борцовские державы держава можно отнести в команды Индии и Азербайджана безусловно еще два балла выбирает Алиев плюс два балла на краю ковра 6-0 впереди азербайджанский дворец так что у нас еще впереди на ковре после данной схватки пройдут два четверть финала категории до 65 килограммов а потом до 57 килограммов тоже два четверть финала на ковре на ковре будете девушки на ковре Б извиняюсь на ковре А пока тоже девушки да уверенно идет к полуфиналу спортсмен из Азербайджана Зафар Алиев это весовая категория до 97 килограммов здесь как сказал Александр очень интересные схватки нас ждут в весах до 65 и 57 килограммов да 65 смотрели наверное наибольшее количество схваток в этом весе наряду с 57 посмотрим ну и совсем скоро нас ждут полуфинала 8-0 идет батальеев за 3 минуты успела набрать эти баллы еще 3 минуты впереди 2 минуты и Продолжение следует... 8-1, 1 балл забрал Индус. 8-1, 1 балл забрал Индус. 9-1, 1 балл забрал Индус. 9-1, 1 балл забрал Индус. Так, ну здесь, если первый период был с учетом 0-8 в пользу азербайджанского борца, то во втором уже Индус. 3 балла отыграл, остается еще 5 для победы. Да, Индус еще 2 балла, близок к этому очень. Пока нет. Пока нет. Защищается Олес, да? Последняя минута. За ковер, да? Видимо, ушли. 57 секунд. И пока без действий. Такая последняя минута. Проход в ноги. И выигрывает Ника на этом Алиев. За 20 секунд до конца придет 7 баллов. Продолжение следует... Продолжение следует... Тем временем, тем временем, еще одна наша надежда пойти до 74 килограммов сборной республики. Владимир Баяновский одерживает победу со счетом 10-0 у своего соперника из Белоруссии Алексея Мисаченко. Так, мы вновь перейдем на ковер С, С или С, где состоится четвертьфинальный поединок между борцами из Индии. Ира и Оржак. Синий угол и его соперник Нирадж. Индус. Это Кижик Оржак, да, сватку которого мы видели, да, в утренней части, его соперники из Индии. Ну вот самые дальние страны, которые у нас выступает Индия, Греция, Иран. Достаточно широкая география. Индия, как мы знаем, тоже сейчас в лидерах мировой борьбы. Много выходят звезд новых. Интересная тоже ожидается схватка. И следующая. Также в одной четвертой финала в этом весе. А затем 57 килограммов. Два четверть финала. Попытка броска, но удерживает его Нирадж. Два балла уже заработал. И в опасном положении держит. Пытается убежать от него Оржак. Мастит. Ох ты, здорово как, да? Перевернул соперника. И самого уже на туше пытается уложить. Это туше. Да, здесь уже более близко, мне кажется. Хотя нет, лопатки далеко. Нет, но одна лопатка уже на ковре. Если еще чуть-чуть дожать. Показывает орбиту. Подними, подними. Да, здесь очень близко уже. Почти. Да, это туши, мне кажется. А все было наоборот, да? Буквально полминуты назад. Индийский болец держал в опасном положении соперника. Но не тут-то было, да. Тувинец парень с характером показал, да? Здорово. Лежа на туше почти. Да. Тут же в одно мгновение перевернул соперник и положил на лопатки. Да. Сейчас повтору интересно будет посмотреть, как он умудрился здесь с этого положения уйти. Вот сам пытался бросок сделать, да? Но парень, как вы говорили, и броски тоже, и дурак, да? Повести, да. И вот здесь мастит. Уклоняется, да. Тут же сам оказывается, да, Индийский болезн? Хотел на... Да, да, он хотел на него, да, вот сверху уже, да, надавить же. И в это время его поймал на контратаке. Те же коваржак. Так, мы здесь остаемся на ковре С. И состоится, то мне как, один из тоже интереснейших четверть финансов. Встречается два лидера данной категории. Вот он перед нами, азербайдж... Нет, армянский борец, извиняюсь. А, нет, это не Айх, да? А, нет, это другой, оказывается. Да, это другой, их двое. А ведь и Сян, да? Да, с иранцем выйдут они бороться. Элахи, да. Вот это, да, интересно. Там с другой стороны, по-моему, уже другой... Да, тоже. Аминец уже вышел в полуфинал. Так что здесь... А вот, да, Элахи, иранец. Тоже очень ярко себя показавший. Который, да, тоже в первом периоде не борося, да? А во втором взрывается. Посмотрим, какую сейчас тактику он изберет. Ну, здесь уже, может быть, посерьезнее соперник. Ну, схватки этого парня мы не смотрели сегодня. Ну, в эфире, да? По крайней мере. Ну, тоже такой очень, да, физический. Да, мощный. Все атлеты, да, из Армении такие. Очень атлетичные, мускулистые парни. Вот, по сравнению даже с его соперником, да? Такой выдающейся мускулатуры у Элахи нет. Ну, конечно, это не говорит о том, что он слабый, да? Это стоит заметить все-таки, да, у спортсменов из Армении такой... То есть подготовка, видимо, на одном из первых мест, если не на первом. Очень серьезный... Они задают темп схватки. Ну, пока вторым номером работает Аветисян. Ну, да, они в защите очень... Мы видели, да, и его соратника тоже. Очень крепкая защита. Просто сложно пробиться. Вот, хороший, да, бросок в ноги. Очень хорошая скорость. Великолепная у спортсмена. Аветисян... Ну, пока двух баллов нету. Ну, нет, взял. Все-таки взял. Очень мощный. Тут-то экономить силы не получится у Аллахи. Надо выкладываться на все сто, видимо. Вот такой, да, с азартом борется. Еще один. Даже в твои ноги бросился, да? Скорость какая, да, у парня? Ну, выдающиеся вот именно атлеты, вот, армянские борцы. Сила, скорость. Видимо, отбор тоже серьезный проходит. Ох, хорошо сейчас, да? Атакует в своем стиле, скажем, как же Аллахи. Тогда тоже нашего спортсмена за ковер вытолкнулось. Интересно. Последняя минута первого периода. Головой, да? Да. Видите? Показывает. Арбитр. Попытка прохода, здорово. Очень технично. О, вот что задушил сейчас. Что это такое? А за это, как показывать будут? Это что-то из-за разряда ММА, да? Смешанных единоборств. Интересно, конечно. Интересно, здесь арбитр мог партер, наверное, поставить, да? Почему? Потому что выгодное положение баловые рамки. Он же атаковал. Очень здорово атаковался. Причем. Можно было поставить. С нарушением атаковал, да? Так, и первый период завершается. 2-0. Ну, далеко не все здесь понятно, да? Да, и лохи еще себя, кажется, покажут. Да, мы знаем, что он хорош именно во втором периоде. А вот здесь, смотри, да, тоже... А, нет, это с другой стороны. Ну, здорово, тем не менее. Проходит в ноги. Вот тот, вот здесь, смотри. Чувствую, что я в душении. Чистый прием. Он показывает, что там другая рука через руку была. Посмотрим. Поперед. Ух ты! Ух ты! Как активно сейчас, да. Дал в руки. Дал в руки. Ух ты! В ноги прошел Аветисян. Снова. Сразу же бросается в ноги. И за спину. Переходит 4-0. Там Броника Аветисян. Увеличивает отрыв. 4 балла. Ну, и про такой борьбе это, наверное, серьезная зайвочка, да? Ну, да. Сейчас, если сразу же не отлетает хотя бы. Балл 2, да? Сложно будет. Как ты и говорил, Александр, сборная Армении очень таких будущих своих звезд, видимо, натаскивает. Молодых звезд, да? Да. Ну, и команда Ирана тоже, да? Да, конечно. Ну, и про Иран мы уже целый день говорили, поэтому наверняка вот эти вот соперники будут не раз встречаться на различном уровне. И еще 2 балла у Аветисяна. Да, серьезная заявка уже на выход. 6-1. Пытается забежать, да. Но защита на контроле. Попытка провести прием лампочка. Нет, нет, нет. Да, и наоборот, сейчас себе хуже сделает. Да. Что за финал у нас будет? Вполне возможен и армянский финал в этом весе, видимо, да? 65. Причем предпочтение тоже отдать сложно одному из них. Да. Оба. Хорошо. Вот это едва не забрал руку, да? Ох ты! Так, здесь не получилось. Вот у него был, да, моментик был, шанс. До последнего, да, все-таки борется. И свой шанс, в принципе, он был у него. Устал парень. Элохи. Не зря берег, видимо, силу. На второй период. Ну, тут нисколько устал, да? Да, скорее всего, вот, да. Ну, три минуты, три балла откидать надо. 15 секунд, один бросок решает. Давай. Их ты, на четыре еще бы. Ну, правильно, конечно. А что делать? Он сделал все, что мог, что называется, да? И даже, может быть, больше. 5-10 проиграл Аветисян. Поздравляем с выходом в полуфинал. В борьбу за медали включается спортсмен из Армении, Андроник Аветисян. Так, у Армении, у Ирана минус один, минус одно золото из плана уже. Да, 57 не будет, да? Да, 57 уже не будет. Но было близко, надо согласиться с этим, да. Было близко к тому. Мне без оснований говорил об этом тренер. Мы уже убедились в том, что команда сильнейшая. Ну, и спорная Армения, думаю, что, да, тоже близко к высоким пересталам, ступеням перестала. Да, сейчас два четверть финальных поединка весовой категории до 57 килограммов. Да, синего угла Магерман Гурьев. Еще один представитель команды Сунстарского луса, да. А, тоже, да? Да. Магурьев. И его соперник из Тувы, Монгош. Такая популярная фамилия, да. Да, много Сунстарских борцов, да, мы видели сегодня. Ух ты, да, на Ковриа там тоже. Скоро. Серьезная заруба будет. Иранец Мохаммед Риза Шакири и Айка Брамяна. Вот это следующая пара, 65, да. Ну, следующая четвертьфиналы. И тоже очень интересно будет, конечно. У Ирана, кстати, оказывается, фишансы еще остаются. Золото в 65. А также Баир Баяндуев, Мухаммед Амин Кустов. Ну, и девушки, да, тоже. Решающие стадии. Ну, мы посмотрим сейчас за схваткой. 57 четвертьфинала, 2 четвертьфинала. Данил Романович. Сейчас. Переходит за спину Гурьев. Здорово отработал сейчас. В этом моменте 2-1. Уже он и ведет. Хорошо работает в партере. Неплохо. Есть у него возможность, да. Попробует сейчас перевернуть. Нет. Все-таки идет. Нет. Защитился Мангуш. 2-1. С орлиным профилем. Парень. Добро пожаловать. Добро пожаловать. В hosp content. В courхе. 2-1 пока ведет никутский борец очень напряженная тоже схватка много остается до окончания первого периода будет искать счастье в атаке смотрит на табло контролирует пока ход схватки но проходит в ноги мангуш защищается и время время да ну пока такая равная борьба любой момент может все измениться николай романовича мы сегодня много раз видели да твой романович от данилова укропки ковра да и на ковер а там уже приглашаются участники четверть финала категории до 65 килограммов болец из ирана и армении тоже интереснейшая схватка да и до полуфиналов уже совсем немного остается да и и и и и и Вот так. атакует монгуш ухты ничего себе бросила лада 4 балла 5-2 уже ведет монгуш вот гурьев атакует сейчас арбитр свистит поднимает стойку проход многие была возможность атаковать снова в защиту уходит монгуш контролирует смотрит тренеров ищет поддержки пока не может найти ключи защите соперника последняя минута пошла ухты попытка броска да здесь ухты надо бы развивать атаку не останавливаться времени совсем немного остается снова пытается взять ухты пытался сейчас уже перевернуть соперника лампочкой два балла далее но и соперник тоже два балла нет все таки сразу 272 куда но попытался попытался все равно идет вперед герман да на этом завершается этот поединок 72 пользу монгуш выходит в одну второй финала весовой категории до 57 до килограммов да не переходим на ковер а ковер а там продолжается интересная схватка между на ковре победу одержал а ислам за майкер армения и из красного красном трико борец из ирана мухаммед амин и зимой категории мухаммед рыза шакири мухаммед рыза шакири показывают аркадий даши гандалу к россия он гаммед си и призволкам беху сбей туран муратов узбекистан аркадий даши гандалу к россии проход в ноги от спортсмена в синем ух ты-ка да за его убежал аплодирует даже тренер здорово так за ковер вытолкнул балда взял нет бал ну там был бал шакири 2-0 ведет первом периоде мощь смотри опять пытается вытолкнуть сам не ушел прошел в ноги шакири бал еще не видимо за ковер заступил до 3-0 ведет спортсмены из ирана он вышел итак второй период победитель встречи выходит полуфинал а полуфинала состоят совсем скоро а и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... И все равно атакует, смотри, да? Прессингует очень серьезно. Снова пытается вытолкнуть за ковер. Так, а здесь балла нету. Ну да, он в партере. В положении. Коленями, да, был на ковре. Продолжение следует... И снова... Кромки ковра, да, и еще один балл. Почувствовал момент очень... 4-0. Серьезная схватка. Сегодняшнего дня. В ногу прошел Абрахамян. Нет, защищается Шакирей. И тут же, наверное, будет за ковер выталкивать. Или нет, даже здорово пытался в ногу пройти. И защитился Абрахамян. На коверце победил Бехлузбей Туран Муратов. Минута 20. На коверце приглашаются Саяна Спиридонова, Кристина Братчикова. Россия. Весовая категория 65 килограммов. Были, да, международные, да? Саяна Спиридонова, Кристина Братчикова. Серьезно выигрывает. Защита непроходимая, видимо, совсем. Ни одного балла не взял его соперник. При том, что не скажут, что они очень закрыто борются, да? Много же и завязок, и попыток, и проходы в ноги, и контрприемы. Но вот ни одного балла не дает Шакири. Так, в защиту пошел иранский борец. 30 секунд. Ну, надо сейчас попытка завязки, да, и бросок. Внутреннего зацепа. Ну, прочитал. Пытается захват найти Айка Брахамян. Не дает. Да и подустал уже все время. 5 секунд. Поздравляем Шакири. Ну, все. Да. 6-0, да. На ковре А побег одержал Мухаммад Ризаша Кири, Иран. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов, борьба в одной четвертой финала. Баир Баяндуев, Россия, Мухаммад Куштов, Россия. Мухаммад Амин Куштов. Так, это был четверть финал весовой категории. весовой категории до 65 килограммов. Баир Баяндуев. Баир Баяндуев и Мухаммад Амин Куштов. Баир Баяндуев и Мухаммад Амин Куштов. Баир Баяндуев и Мухаммад Амин Куштов. Надежда бурятской борьбы считается. Надежда считается. Также показал себя, наверное, да, и на первенствах России, да, уже в своих возрастах. Ушел Куштов. Попытка провести прием кочерга. Мухаммад Амин Куштов. Новосибирс. Тник speats. За спину проходит Баендуев 2-0 ведет и переворот не получается криноль в пользу Баендуева и переворот в пользу Баендуев Баендуев Баендуева 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 Второй период Со счетом 3-0 Ведет Баендуев Еще один балл 4-0 За ковер вытолкнул соперника Зарабатывает 4-0 Зарабатывает 4-0 Спокойно проводит Второй период Баендуев С комфортным преимуществом Ведет 4-0 Соперник пока никаких Атакующих действий Не показывает Субтитры создавал DimaTorzok Так, еще раз за спиной Оказывается Баендуев И фасадка 6-0 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Последние секунды И выходит в полуфинал Баир Баендуев Бурятия Бурятия Россия Приживает не тратить Наше с вами время Правильно Потому что у нас Две схватки До окончания Предварительных наших Всех поединков Две схватки Остается Девушки 65 и 72 кг Сейчас будут бороться А потом мы уже приступим к полуфинальным поединкам во всех весовых категориях. Перед нами сейчас будут выступать Диана Глазунова, Беларусь, и также ее соотечественница Маргарита Ковуш. Две спортсменки из Беларуси будут оспаривать, вернее, третий круг в этой весовой категории. Весовая категория до 65 килограммов. Потом уже в 72 килограммов четвертый круг Ангелина Бобрик и Анастасия Литовченко после этой схватки. Ну а пока две спортсменки из Беларуси. 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 Ну, женская борьба в Республике Беларусь тоже очень развита. Есть свои именитые спортсменки. Да и вообще борьба, мне кажется. Беларуси тоже поддерживается. Ну, пока ноль-ноль. Видимо, что спортсмены знают очень хорошо друг друга. Всего две схватки остается. Вот это. Ну и после этой встречи состоится поединок между Ангелиной Бобрик и Анастасией Листовченко. Категория 72 килограмма. Борьба за выход. Нет. Оказывается, там в категории 72 килограмма мало участниц, поэтому идет круговая. Там уже четвертый круг начнется. Так, и у нас такое сообщение. В 16.00 выходим в прямой эфир на НВК Саха. На НВК Саха. Сейчас мы смотрим на телеканале Мамонт. А через несколько минут начнется трансляция уже на телеканале НВК. Но для тех, кто удобнее смотреть на телеканале Мамонт, можете остаться. Трансляция тоже будет продолжена. Здесь. Кстати. Полуфинальные встречи с комментатором Степана Посельского будет известный спортивный журналист, блогер, наш коллега из Федерации спортивной борьбы России Вячеслав Абдусаламов. Он с радостью согласился комментировать схватки полуфинальные турниры Романа Дмитриева. Вячеслав Абдусаламов прилетел вчера и готов присоединиться. Так, ну а у нас встреча двух представительниц сборной команды Украины проходит не столь зрелищно. Счет пока 2-0. Впереди Глазунова. Спасибо. 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 Добрый вечер, дорогие любители спорта, поклонники вольной борьбы. Телеканал НВК Саха начинает прямую трансляцию. Международных соревнований по вольной борьбе и женской борьбе впервые турнира в памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Более 260 борцов из 12 зарубежных стран представляют на турнире в ЦСП «Триумф». Утренняя программа сегодня была очень насыщенной. Мы на телеканале «Мамонта» смотрели очень яркие схватки. И в полуфиналах будут представлены спортсмены сборной Республики Саха-Якутия. В частности, в категории 57 мы будем болеть за Льва Павлова, который в предварительных схватках выступил очень успешно. В том числе победил двух членов сборной команды Ирана. Ирана были очень напряженные схватки, особенно в четверть финале, где Лев Павлов победил буквально на последнем секунду встречи. 83 девушки боролись сегодня из восьми стран зарубежных у юниоров. Было представлено 13 стран, включая Россию, плюс 27 субъектов Российской Федерации представлено на турниры. Сегодня, кстати, в первый день соревнований на ковре выступают борцы весовых категорий до 57, 65, 86, 74 и 97 килограммов среди юниоров. Итак, у нас последняя пара предварительного раунда. Это категория 72 килограмма. На ковре встречаются Ангелина Бобрик и Анастасия Литовченко. Ну, в данной категории участниц мало, поэтому победителя здесь определяют путем по круговой системе, да. Да, это четвертый круг в этой весовой категории. Добрый вечер. Совсем немного, да, остается у нас до полуфиналов. Это главные схватки первого соревновательного дня. Всего нас ждет три дня захватывающих схваток. И, конечно, сегодня мы уже убедились в том, что состав команд и состав участников, да, качество спортсменов, да, позволяет говорить о том, что наш турнир будет очень ярким. И я думаю, что все, кто будут смотреть, начиная даже с полуфиналов, уже в этом убедятся. Действительно, очень талантливые спортсмены из сильнейших сборных стран мира украсят своими выступлениями ковры центра спортивной подготовки «Триумф». Ну и девушки, как сказал коллега, да, Александр, в этом году впервые выступают на международном ковре Армана Михайловича Дмитриева. Михайловича Дмитриева. И это тоже новинка, которая уже показала, что имеет право на существование, да, действительно, девушки показывают тоже блестящую готовность, хорошие схватки. Ну и, конечно, это будет большой толчок в развитии женской борьбы у нас в республике и в других регионах тоже. Почетным гостем международного соревнования здесь работает Алена Краташова, старший тренер юниорсской сборной России и серебряный призер Олимпийских игр. Она вчера отмечала на пресс-конференции, что девушки украсят соревнования Романа Дмитриева. И мы с этой мыслью полностью согласны. Сегодня было очень много ярких и зрелищных схваток в исполнении прекрасной половины. Да, и, кстати, из сборной республики у нас также есть полуфиналисты. Будет за кого поболеть. Вот Алена Карташова и Антонина Сафроновна Дмитриева, супруга нашего великого спортсмена, в честь которого и проходят эти соревнования. Немного остается Литовченко. Все ближе, мне кажется, уже даже к самым высоким медалям. У нее уже было несколько побед, если я не ошибаюсь. И сейчас она тоже близка к победе, ну, по крайней мере, по счету она... А нет, сейчас сравнялся еще, да, 2-2. Бобрик сравнивает. 2-2 счет. Тоже расточенная сейчас борьба. Идет за выход, да, в следующую стадию. Ну, самые интересные схватки предварительных раундов с участием, наверное, борцов России, безусловно, Ирана и Армении, да, наверное, самые сильные команды. Сборная Ирана привезла очень сильных борцов, практически первых номеров юниорской сборной страны. Мне кажется, даже не практически весь состав герман. Ну да, они представлены не во всех весовых категориях, но... Ну, да. И старший тренер команды Ирана вчера говорил, что у них плана выиграть 5 золотых медалей турнира Романа Дмитриева. В категории 86 килограммов у них есть возможность, да, мне так показалось, есть очень хороший борец. В категории 57 наш Лев Павлов устранил двух иранских фаворитов. И в 65 килограммов там тоже есть шокери, есть, да, которые, возможно, тоже, да, пройдутся. Один из главных, да, фаворитов, наверное, стал, да, благодаря блестящей побеге в четвертьфинале над спортсменами из Армении со счетом 6-0. Ирана вчера Итак, смотрим последние, да, секунды этой схватки и мы приступаем затем к полуфиналам. У нас уже достаточно много болельщиков собралось на центральных трибунах. Царь из Патриумф очень активно болеют здесь у нас на арене, поддерживают своих спортсменов. Любые активные действия, блестящие победы всегда очень хорошо болеют. Соревнования у нас идут с 11 утра. И уже совсем немного остается до решающих схваток. 5-2 ведет Фубрик. Две спортсменки из России. Ангелина Бобрик и Анастасия Литовченко. 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 В том числе и наши соперники, потому что когда так болеют, тогда одно удовольствие демонстрировать всю красоту вольной борьбы. Ну и вот сюда я когда приезжал, это уже мой третий приезд в Якутск, но в течение даже меньше чем полгода это вторая поездка. Был конец октября, я присутствовал на Коркинском турнире и вот сейчас уже Роман Дмитриев. Но казалось бы, первый турнир, на котором я участвовал, это Кубок мира среди взрослых команд, командный Кубок мира в 2019 году. Там прям запредельный уровень, потом дальше Дмитрия Коркина турнир, который я бы сравнил с таким малым чемпионатом мира по ажиотажу так точно, да и по представительству команд. Ну и сейчас вроде бы молодежный уровень и пока еще болельщики не потянулись на трибуны в том объеме, на который мы рассчитываем применительно к Якутии. Но в то же время вот эта поддержка, поддержка болельщиками своих, в том числе любимцев, вот сейчас Лев Павлова ожидается, да, и вот когда он побеждал в четвертьфинале, я считаю, что где-то, ну, наверное, процентов 30, а то и больше, это вот заслуга трибун. Поэтому, конечно, в такой атмосфере приятно работать, я знал на что рассчитывать и буду работать изо всех сил, потому что, ну, и в том числе и для комментаторов, это хорошая такая мотивация, хорошая, ну, я бы сказал, хорошая подспорья. Да, Вячеслав, конечно, я с тобой согласен, да, в том плане, что кроме вот всех тех сопутствующих вещей, да, трибун, в общем, атмосферы и так далее, есть еще и спортивная составляющая. Мы видели, насколько сильный состав команд у нас в ЦСП «Триумф», да, сборная Ирана, какие ребята приехали, Армения, да, какие борцы тоже. Ну, и, конечно же, наша сборная, все равно сборная России, в том числе и представители нашей команды тоже, тем более, что совсем скоро, через месяц у нас будет уже перенство России до 21 года. Для нас это также большая репетиция. Ну, и женская борьба, конечно, в этом году впервые у нас присутствует. В общем, ты это все стал свидетелем, да. Да, я бы сравнил еще в какой-то степени с Ерыгинским турниром, да, потому что вот именно Ерыгинский отличается тем, что вот два стиля, да, то есть женская и мужская присутствуют. И вот здесь, на самом деле, по представительству 13, если не ошибаюсь, да, или 12 стран. Да, да, 12 стран зарубежных и плюс Россия, то есть в общем 13. Ну, в общем 13 стран, и причем вот иранцы, которые приехали сюда, многих из них мы видели уже на Коркинском турнире, они себя хорошо зарекомендовали. Это и Алир Заи, который с Загиром Шахиевым совершенно феноменальную схватку осуществил, ну и, конечно же, Мобин Азими, который победил в весовой категории до 92 килограммов, и еще ряд хороших спортсменов. Ну и Россия, представляете. Да, приступаем сейчас сразу же к борьбе. И сразу Александра Копылова, наша спортсменка из Якутии, 6-0 ведет Александра Копылова и ее спортсменка Дулма Бадмаева из Бурятии. Вот центральный ковер, мы комментируем вот то, что у нас происходит на экране, да, на трех коврах сразу будут проходить полуфинальные схватки, поэтому все достаточно быстро, динамично. Ну и Александра, как здорово начала, спортсменка сборной республики Саха-Якутия. Да, безусловно, интересная схватка нас ожидает, потому что вот любимица местной публики Александра Копылова и Дулма Бадмаева, которые также демонстрируют хорошую борьбу, динамику хорошую на протяжении сегодняшней дистанции турнира. И я думаю, что будет такая близкая схватка, в том числе, возможно, даже с каскадом приемов. Впрочем, мы на другое и не рассчитываем, особенно вот женская борьба, она чем и примечательна. Пока, конечно, наша страна в последнее время не может похвастаться каким-то таким выдающимся достижениями, но в то же время эмоциями, вот эмоции всегда хоть отбавляй. И девчонки, они бескомпромиссную борьбу демонстрируют. Вот сейчас переходит в атаку Копылова. Да, уже 8-0 в ее пользу и даже пыталась сейчас, может быть, досрочно завершить, не получилось, но все же очень комфортное преимущество уже в первом периоде. За минуту 20 секунд успела набрать 8 баллов. Ну, Александр, у нее такой, в общем, стиль свой, атакующий, да, бескомпромиссный. Вот попытка Бадмаевой, забирает ногу, она своей оппонентке, пытается посадить ее, да, есть 2 балла. И вот эта вот интрига, она всегда хороша, да, то есть когда появляется сопротивление, естественно, за кого бы не болела публика, это всегда бывает только в плюс. Вот Бадмаева пытается развить атаку, но поднимает реферия. Конечно, ну и ответственность сейчас у спортсменов большая, это уже, по сути, борьба за медали, за выход в финал соревнований международного нашего турнира. Потому что, конечно, понятно и волнение, да. А это, я так понимаю, одна из представителей известной династии Копылова, да, то есть братья Копылова. Да, это Алексей и Петр, да, братья-близнецы, они победители первенства мира и Европы, оба. Вот это, по-моему, очень уникальный случай в мировой борьбе, потому что я знаю братскую борьбу, да, но вот чтобы еще и сестры были, чемпионки. Да, я думаю, что да, это надо будет, наверное, посмотреть статистику, узнать у специалистов, да, кто хорошо знает борьбу. Может быть, действительно, это вот такая уникальная семья. Да, если даже кто-то есть, то все равно это довольно редкая история. Да, конкретно не только мира борьбы, но и вообще мира спорта. Поэтому в этом смысле Якутия тоже среди флагманов. Да. Александра вот неплохо себя показала и на Ирегинском турнире боролась за бронзу, ввела, но попалась тоже в атаке, она иногда забывается тоже. Ну, как считаете, продлится схватка во втором периоде или же все... Ну, я, честно говоря, вообще не буду загадывать на эту схватку, что случится. Действительно, как ты сказал, да, женская борьба, особенно вот, да, юниорские угрозы девушки. Тут предсказать что-то просто невозможно. Ну, конечно, можно что-то сказать, но я не стану здесь загадывать. Тем более, что спортсменка из республики здесь меня могут заклевать, если что случится. Да, но 10 секунд остается до конца первого периода. 8-2 впереди Александра Копылова. Дулма Бадмаева пытается изменить ситуацию. Ей чуть-чуть, вроде бы, как удалось сбить атакующий порыв Александры Копыловой. И я думаю, что в том числе какое-то небольшое промежуточное достижение. Это то, что она перевела схватку во второй период, потому что все грозило досрочной победой Копылова в первом. Но вот в преддверии второго периода, на самом деле, даже несмотря на счет, вот если такие рекомендации давать, да, спортсмены, если когда человек начинает отыгрываться, у него уже идет такое воодушевление. Недавно на международном турнире в Армении Лео Варданян вот такую схватку вытащил Долгат Абдулкадыров. Он уступал, причем крупно так, то ли 6, то ли 7 баллов Ислама Гусейнова из Белоруссии. Но собрался и балл за баллом начал отыгрываться. И в конце вот так вот, по-моему, то ли 14-11 счет был такой совершенно фантастический. Так что хорошие примеры есть, но я понимаю, что здесь, конечно же, большинство публики болеет за Копылову. И, ну, естественно, у нее сейчас гораздо больше перспективы и преимущество на ее стороне. Она, можно сказать, хозяин положения. Здесь она имеет возможность не бросаться в атаку, работать вторым номером и ловить на контратаках ошибающуюся Долму Бадмаю. Потому что, если человек атакует, то, конечно же, может быть гораздо больше возможностей для контрприемов. И он раскрывается, он иногда вынужден рисковать. Вот что сейчас и происходит, но в то же время не очень удобная для атаки, для развития атаки позиция для Копылова. И пока такая неудобная завязка. Ну, и свисток, да, логично простустит. Поднимают спортсменок рефери. Ну, и вот интересно будет посмотреть сейчас на действия во втором периоде Долмы Бадмаевой. Сбился ли ее атакующий порыв, или же все-таки она сумеет вот это преимущество последних секунд первого периода перевести и во второй тоже. И выровнять схватку. Ну, вот пытается она, швунгует, двигается, не стоит на месте. Ну, и в то же время Копылова пока не старается активизироваться. Она работает вторым номером. Вот сейчас при возможности контратакует, забирает ногу. Казал, о, посмотрите, какой он острый момент. Да, вот это да. Близко к тому, чтобы зафиксировать на туше свою соперницу, но свисток молчит. 12-2 в любом случае счет. И досрочная победа 10 баллов. Вот такое зрелище нам в самом дебюте второго периода предложили Копылова и Бадмаева. Казалось, что там очень сложно было предложить, на чью сторону качнется маятник. Казалось даже, что Копылова в опасной ситуации оказалась, но сумела выжать максимум. Да, Александра, поздравляем с выходом в финал, да, Александра Копылова. Весовая категория до 50 килограммов. Посмотрим за повторами этой яркой схватки. Вот еще раз, да. Накатывает и фиксирует. Тут же вот стремительно все произошло. Сейчас я уже рассмотрел. Вот это был накат. Да, перевод сначала своей соперницы, потом дальше последовал накат. Даже такой, я бы сказал, бросок, да. Бросок и уже после этого, да. Да, в принципе, в 4 балла же оценили как раз, наверное, видимо, это действие. И дальше фиксация. Фиксация на тушенке, но я так и не понял, в итоге тушенке зафиксировали или до срочной победы. Ну да, в опасное положение и 4 балла, да, я так понимаю.